Губернатор Могилёвской области с рабочим визитом посещает Фондок. Ключевые темы – объёмы производства, рынки сбыта и расширения ассортимента. Анатолий Исаченко знакомится с мебельным цехом и фанерным заводом, а также с продукцией магазина. «Обсудили такие актуальные задачи, которые стоят перед предприятием. Задача, в принципе, одна – выйти на хорошие объёмы работы, скажем, до санкционного». Здесь выпускают продукцию на миллион 200 тысяч в месяц. На предприятии ставку делают не только на массового потребителя, но и предлагают эксклюзивные варианты. Активно работают и над производством новинок – акцент на мебель. «Мы изготавливали реставрацию мебели дворцово-паркового комплекса жилища в полном объёме. То есть, были зеркала, были комоды, тумбы. Малые архитектурные формы начали делать детские. То есть, детская площадка семь-восемь элементов. Дверными блоками начали заниматься, то есть, обустройство квартир на нашем рынке. Мебель делаем на Германию, в Россию, в Казахстан, в Узбекистан начали делать. То есть, наши торговые партнёры уже появились в этих странах». Следующий пункт визита – Бобруйска-Громаш. На повестке дня – выполнение показателей бизнес-плана, вопросы импортозамещения и экспорт на июль. Особое внимание уделяют развитию производственной программы предприятия за счёт освоения новых современных видов техники для агропромышленного комплекса, а также поставкам сельхозмашин аграриям области. «Новая продукция, разработанная нашим предприятием и даже представленная в этом году на выставке «Белагра», она довольно-таки широко пользуется спросом. И номенклатуру представляют различные как от разбрасывателей жидких органических удобрений, так и пресс-подборщики, косилки, прицепная техника». Ассортимент продукции более ста наименований предприятия держит марку почти полвека. Изделия Бобруйска-Громаша известны далеко за пределами Синеокой. На заводе делают ставку на техперевооружение, внедрение энергии и ресурсосберегающих технологий, повышение качества и конкурентоспособности.